Субтитры подогнал «Симон» Не все сны имеют значение, не все сны являются знаками. Какие-то сны – нереализованные желания. То, что вы хотели бы сделать в реальности, но по разным причинам не можете сделать. Поэтому вы делаете это ночью и высвобождаете энергию, нереализованную днем. Но бывают и значимые сны, которые раскрывают суть. Когда во сне вы видите картины и образы, которые связаны не только с психологией. Символы, которые иногда мы видим во сне – язык космоса. Потому что для Вселенной язык, на котором мы говорим, не имеет значения. Вселенная говорит с нами через знаки и образы. Не так давно европейские ученые открыли, что в течение ночи, пока мы спим, есть, и они это назвали фазой глубокого сна. Состояние, когда человек засыпает полностью, и он в этом не видит сны. А иногда, раз в определенный момент времени, в час с небольшим, появляется состояние быстрого движения глаз. Они называли это быстрым сном. И быстрый сон предполагает видение снов. И вот в этот момент, если мы разбудим спящего, то это будет достаточно сложно. И мы его спросим, что было. Он говорит, я вот видел такой-то сон. В первом своем осознанном сновидении была удивлена, насколько это крепкий сон, и насколько мощно и глубоко расслаблено моё тело. То есть я осознавала себя во сне, своё вот это вот тело, да, сновическое. И я параллельно могла посмотреть на своё физическое тело, которое лежало на кровати. Оно было прямо тяжёлым и максимально расслабленным. Я ни разу в жизни настолько расслабленным его не ощущала. Я чувствовала только, что у меня глаза под веками вот так бегают, да, фаза быстрого движения глаз, как говорят. То есть это настоящий глубокий сон. Просто в какой-то момент я осознаю, что это сон, я понимаю это прямо во сне. Обычно осознанное сновидение как? Вот ты видишь сон, ты где-то там в своей внутренней реальности видишь сон, и вдруг понимаешь по каким-то признакам, что это сон. Это вот мы называем осознанное сновидение. Существует ещё практика астральных выходов. Возникает иллюзия, что ты берёшь из тела, выходишь, и начинаешь ходить по той квартире, в которой ты спишь. На самом деле это тоже осознанное сновидение. Это примерно то же самое. Бодрствующее сознание при полностью выключенном теле. Мы, собственно, и добиваемся этого желаемого состояния в момент, когда учимся осознанным сновидением. Три есть основные точки, в которых мы с вами в это состояние можем попасть. Это точка 1, когда вы засыпаете. Точка 2, когда вы спите, видите какой-то сон, и с помощью признаков сна вы способны задать себе вопрос, а сон ли это, сплю ли я. И задав себе такой вопрос, вы можете проверить пространство на реальность. А также состояние номер 3, момент просыпания. Вы осознали, что вы просыпаетесь, не шевелитесь и возвращаетесь назад. Что интересно сейчас, как определить, сплю я или нет? Как отличить реальность от сна? Для этого надо понимать свойства тех миров, в которые мы попадаем. Твёрдый мир, в котором мы сейчас присутствуем, вот твёрдый мир, у него есть инертность. Инертность, то бишь, если я возьму листочек бумаги и захочу, чтобы он исчез, мне понадобится какое-то время. Ну, например, вот так раз, он исчезает, вот его уже нет. Но мне понадобилось его рукой куда-то перетащить, что-то сделать. Если я в осознанном сне, то этот же листочек может исчезнуть мягко, плавно сам по себе, вот прям растворится у меня в руках. Растворение этого листочка говорит о свойствах мира в осознанном сновидении, таких как переменчивость, нестабильность, гибкость, мягкость. В реальности всё-таки всё более устойчивое. Во сне всё постоянно меняется, плавает, начинает пропадать периодически, и приходится прилагать усилия для того, чтобы удержаться. А в реальности, наоборот, приходится прилагать усилия, чтобы отсюда как-то выхоропкаться. И для того, чтобы отличить твёрдый мир от мира осознанных сновидений или астрального путешествия, или выхода из тела, и вот того пространства, куда попадаешь, когда вылетаешь из тела, в этом мире, надо проверить этот мир, насколько он прочный. Стивен Лаберш придумал одну из самых эффективных, на мой взгляд, проверок, и очень рекомендую. Мы берём, находим где-нибудь текст, внимательно его читаем в осознанном сновидении или бессознательном ещё, внимательно его читаем, отворачиваемся в сторону, перечитываем внимательно, сохранилась ли надпись, которая там есть. Опять отворачиваемся в сторону. И ещё раз, внимательнейше перечитываем эту надпись. И если мы внимательно и видим, что действительно надпись сохранилась, то с большей вероятностью твёрдый мир. В первом своём сне, когда у меня был полёт, я даже нашла не надпись, а совершенно мне известный фиксированный рисунок. Так вот, у меня рисунок поплыл, и это был ещё один момент, что да, я в осознанном сне. Если картинка вдруг ни с того ни с сего при такой проверке начинает расплываться, или надпись стала другой, или появились какие-то детали, которые мы не способны теперь уже сопоставить с предыдущей проверкой, и всё куда-то начинает как-то вот меняться, это хороший критерий того, что мы в каком-то другом мире, в пространстве, где всё непрочное. Ну и, конечно же, самые простые проверки, да, если у вас получилось полетать, если получилось, например, пройти сквозь стену, да, ну тоже, скорее всего, спите. Вот, тут в этих проверках есть только одна проблема. И в момент, когда мы спим, можно не пройти через стену, и в момент, когда мы спим, может не получиться дышать, соответственно, через закрытый нос, а также можно и не взлететь. Мой первый опыт как раз и был связан с полётом. Очень осторожным, очень таким параноидальным, но, тем не менее, это был полёт, это было осознание во сне, и, вспоминая об этом каждый раз, у меня до сих пор руки иногда подрагивают, потому что это действительно захватывающая эмоция, она сильнее страха. Для меня это важно оказалось. Как проснуться во сне? На это иногда уходит много времени, а у некоторых получается очень быстро. Можем сейчас даже попробовать поэкспериментировать. Вот такое простое изобретение. Это на листочке напечатанный вопрос. Это сон. Такой браслет с крепчикой, можно повесить себе на руку. Практика выглядит следующим образом. Мы идём по улице таким браслетиком на работу или куда-нибудь ещё. Подмечаем всякие необычные состояния, необычности. Например, идём по асфальту, смотрим, и вдруг написано «Я сновидящая». Очень интересно. Раз, посмотрели на эту надпись. Там написано «Это сон». Вот, отвернулись в сторону, посмотрели ещё раз. Там написано «Это сон». Вот, ещё раз отвернулись, ещё раз посмотрели. Очень внимательно. А там всё та же надпись. Хорошо, идём дальше. Приходим на работу, запускаем компьютер, а он вместо того, чтобы выдать привычную нам картинку, выдаёт нам какой-нибудь комплимент. Надо же, это вообще о чём, да? Сразу посмотрели «Это сон». Отвернулись, посмотрели «Это сон» и вдруг, и вдруг засомневались в этой надписи. Если вдруг в какой-то момент вы видите, что с этими буквами что-то начинает происходить, что они вдруг куда-то выплывают, или как-то они переписались, или что-то там другое, в этот момент иметь смысл проверить себя на осознанность, спросить себя, где я, как я сюда попал, кто я, посмотреть на всё тело, убедиться, я это я, или, возможно, уже что-то другое. И в этот момент можно почувствовать, что ваше тело сейчас спит на кровати рядом, и вы очень ясно осознаете, как будто вот этот реальный мир становится вторым, а параллельный мир существует, первый, в котором спит ваше тело. И вот это состояние двух параллельных миров с помощью вот этой проверки, это один из самых простых способов, как попасть. Он не требует предательной подготовки. Единственное, что нужно сделать с таким браслетиком, ходить и каждый раз, когда происходит что-то необычное, проверять. Я ходила с этим браслетиком, и постоянно, когда встречала в реальности какие-то необычные сигналы, я всё время смотрела, два раза смотришь, это сон, это сон, если оба раза подряд, или три раза подряд ты видишь одну и ту же надпись, то тогда, скорее всего, что это реальность, твёрдый мир. Во сне, когда я смотрю на этот браслетик, там либо буквы расплываются, либо один раз, у меня, знаете, такой жетон был, жестяной такой прямоугольный, я на него смотрю и думаю, почему жетон? У меня был нормальный чёрный браслетик, откуда вот это вот, воинский какой-то прямо, да? Я на него смотрю и думаю, это просто, значит, сон. И всё. И вот в этот момент я осознала, что я во сне. Это самый первый раз у меня был по жетону, я опознала. Вместо браслета можно написать прямо на руке. Это сон. И, соответственно, проверять. Очень удобно. В реальной жизни, вот как это у меня происходит в быту, при открывании любой двери, я обязательно смотрела на свою руку, где у меня была надпись «Сон это или нет?». И когда у меня получилось пройти через дверь в осознанном сне, я посмотрела на руку, потому что это стало моей привычкой. Это как тренировку я прошла. И я поняла, что я в осознанном сне надпись поплыла. Не было надписи яркой, ту, которую я себе писала. Есть же часто повторяющиеся сны. Ну, например, мне с детства снилось, что я захожу в лифт, и он меня ведет все знающие туда. Нажимаешь кнопку, и потом он то вбок начинает ехать или еще куда-то. И в этом случае надо просто взять, выделить эти сны. Ну, ты должен, заходишь в лифт, убедись, что это не сон. Зашел в лифт, попытайся взлететь. То тогда однажды, когда во сне этот лифт снова тебя поведет куда-то не туда, ты, может быть, вспомнишь, потому что ты привык в реальности вспоминать, что это, возможно, сон. То есть ты себя на это уже надрессировал. Но, как правило, первый раз, когда человек осознает, что дело с ним, он тут же просыпается, потому что это такой всплеск. Как только я осознала, что это сон, он начинает, знаете, так вот, ну, уплывать, теряться, осознанность начинает теряться. И в этот момент очень важно зацепиться. Зацепляюсь я в основном с помощью тактильных ощущений. Нужно вращаться вокруг своей оси и хватать вот все, что буквально, вот все, что я вижу. То есть работа таких тактильных ощущений. Покрутились, да? Сразу после осознания во сне имеет смысл это сделать. Да? Это первый важный момент. Да, второй важный момент. Покрутились, да? Дальше что можно сделать? Подходим сейчас к каким-нибудь предметам, которые можно пощупать, и трогаем. Потрогали, делаем это, это очень важно. В осознанном сне надо будет именно делать. Вот прям не филонти, то есть это вот, ну, надо подойти, потрогать. Именно так. Посмотрели на свой браслет, поплыли буквы, да? Сделали перепроверку, убедились в осознанный сон. После того, как мы убедились, что этот мир очень твердый, реалистичный, причем делаем это реально на практике. То есть не так, типа, да, по-моему, есть стены, а так, как вы делали сейчас. Подошли, потрогали, да? После этого помним, что у нас есть задача удержания внимания. Выбираем действие, которое может быть регулярным, да? Например, да, можете сделать вот так, да, идите с этим движением. Пока вы держите это движение, да, есть шанс, что вы будете осознанно во сне. Кто-то в этот момент может держать внимание на дыхании, да, вдох-выдох, вдох-выдох. Кто-то может повторять вопрос, кто я, где я, да, это сон. Любое регулярное действие, которое вы сможете зафиксировать и повторять, позволит вам удерживать внимание. Сон длится, и вот эта вот осознанность длится ровно столько, сколько вы в полном присутствии, в полном действии, в тотальном совпадении с вашей активностью. Одна из практик, практика соединения нашего дневного сознания с ночным. Мы можем построить мостик между той частью мозга, которая работает ночью, и той частью мозга, которая работает днем, следующим образом. У нас есть два инструмента. Ночную в день протащить часть и дневную в ночь протащить часть, да, значит, протаскивание ночной, ночных событий в день, ничто иное, как просто запоминание снов. В свое время я пыталась практиковать. Я знала только одну технику, поэтому время достижения этого сна у меня было очень долгое. Три месяца я записывала каждое утро все, что мне приснилось. И через три месяца мне удалось понять, что я сплю, и полететь. То есть вот на это понадобилось три месяца, и ощущения, по крайней мере, были такие, что оно стоило того. И иногда бывает такое, что все помнишь, да, но не стоит на это рассчитывать. Если вам там продиктовали номер телефона, да, или если вам там дали адрес какой-нибудь конкретный, куда надо ехать, да, остров, где надо родителей спасать, да, значит, надо название этого острова, в точности, как его произнесли, как можно быстрее записать. Как только вы произнесли слово записать, все, все, вы потеряли все, что было. Значит, вот никакие мысли о том, как надо действовать, не работают. Когда мы спим, нам снятся сны, а утром мы их очень быстро забываем, потому что начинают работать в другой части. И поэтому многие люди считают, что они снов не видят вообще. Скорее всего, это не так. Если за ними подоблюдать ночью, скорее всего, у них есть фаза быстрого движения глаз, а это не что, но как сны. Основная проблема лишь в том, что они рано-рано утром сразу все забывают. Обратный маршрут, да, как бы сделать так, чтобы дневная часть участвовала в ночной. Бессознательно это происходит. Бессознательно мы зачастую видим сон, который описывает, что происходило вчера, в прошедшие несколько дней. И наш сон обрабатывает эту информацию и выдает нам какой-нибудь сюжет, посвященный прошлому. Неплохо бы это делать осознанно. Тогда как мы это делаем? Расширяя мостик. Мы добавляем план, мы перед сном даем себе задание и говорим, я хочу сегодня уснуть, осознать себя во сне и во сне увидеть свои руки. Я увидела свои руки. Это одна из практик вхождения в осознанное сновидение, когда перед сном я говорю о том, что я увижу свои руки. Так вот я их увидела, и моя реакция была даже скорее не на руки, а на запах. И само воспроизведение в начале было для меня как настройка кадра телевизионного, когда изображение сначала появляется, потом исчезает, потом появляется. И вдруг я понимаю, что да, это мои руки, и я их увидела, и я осознала себя во сне. Очень сильный аромат, очень яркие краски, какое-то действительно ощущение нереальности, но спокойствие в том, что моя нереальность управляется мною. И этот план, если он реализуется ночью, то мы дневное свое сознание в ночное вкладываем. Так можно программировать сны, так можно давать себе задания на сон, так можно набрать себе в голову много разных элементов и в конце проснуться с упорядоченной таблицей. Так мы выращиваем мостик, в котором мы днем помним и хорошо четко осознаем, что было ночью, а ночью мы осознаем, что есть дневная жизнь, и оттуда мы можем брать задачи и решать их ночью во сне. Когда есть план, мне легче ориентироваться в своем же сне. Скажем так, я не теряю время, хотя понятие времени, оно, конечно, становится условным, но тем не менее чувство пустоты пропадает, становится очень интересным. Можно осознать себя во сне, а можно сохранить осознанность при засыпании или в момент просыпания? При засыпании я стараюсь держать внимание до конца, то есть не улетать никуда ни в прошлое, ни в будущее, прямо лежать и осознавать, что вот я лежу, вот я засыпаю, да. Я не могу сказать, конечно, что это всегда получается, тем более вечером ум достаточно беспокойная обычно после трудового дня, там набегаешься, напереживаешься, куча всяких дел, достаточно сложно держать внимание. Утром у меня получается иногда проснуться, вспомнить, что я видела какой-то сон, подумать, ой, надо его досмотреть и уснуть. Кстати, лучшее время для попадания в осознанный сон и для делания практики сохранения осознанности во сне – это утро. Утро, когда наш организм уже выспался, дальше, попав в это вот пространство, единственное, что нам важно, это сохранить внутреннего наблюдателя, который нам подсказывает – это сон, это сон. Твое тело сейчас лежит на кровати, ты спишь и видишь эту картинку. После этого мы стараемся осознать себя во сне. Как только осознание произошло, после этого мы делаем проверку. После проверки, если она выдала положительный результат, и мы действительно понимаем, что мы в спине, мы стараемся сделать углубление и удержание. Вместе с этим мы восстанавливаем свой план, с которым мы, наше намерение, с которым мы легли спать, и там его реализуем. Финальная стадия – мы должны оттуда эту информацию грамотно забрать, и для этого мы с вами делали упражнение, когда вы сразу после просыпания, или даже прям сразу в тот момент, когда получили информацию, специально просыпаетесь и фиксируете. Иногда, бывает такое, это частый, кстати, опыт, что люди рассказывают следующее, на семинарах мы часто слышим это. Я лежу, сплю, и вдруг осознаю, что что-то происходит, я вижу свое тело, или вешу над ним, или я нахожусь в теле, но у меня паралич, я не могу пошевелиться. Люди обычно в этот момент испытывают очень сильное ощущение страха. Это и есть нужное нам состояние выхода из тела, осознанного сна, выхода в астрал и так далее. Если сможете, вспомните это состояние, вернитесь в него и расслабьтесь в вашем состоянии. Расслабьтесь, отпустите тело, провернитесь в теле, посмотрите, где вы лежите, оборачивайтесь, посмотрите, кто рядом, изучите комнату, в которой вы находитесь. Это и есть нужное нам состояние. Паралич возникает от стресса и страха, который, он нормальный, ко всему неизведанного. Страх. А как же так? А вот он и я. А здесь тогда кто? В тот момент, увидев себя, лежащую, спящую, осознав, что я вылетела из собственного тела, я старалась просто далеко не отлучаться. Это подарок для тех, кто был в этом состоянии. Особенно, если вы уже прошли через этот страх. Во второй раз, это намного менее страшно. Все, что касается, например, ужастиков и всего страшного. Если сон бессознательный, то очень сложно что-то делать со страхами, с чудовищами, которые собираются вам навредить. А если сон осознанный, то есть куча разных техник и много разных способов, как надо работать с этими страхами, привидениями и ужасами. Можно с ним подружиться, можно его остановить, можно вообще поменять картинку. А можно поинтересоваться, познакомиться, чему-то поучиться у этого страшного чудовища. Можно перебороть свои страхи. Сразу появляются разные, много вариантов, как работать с этими страшными снами. Например, если вы боялись отца, и у вас остался этот детский страх, необязательно, чтобы вы увидите отца во сне, который приходит и наказывает вас. Скорее всего, вы увидите какой-то объект или что-то символизирующее его. У всех это проявляется по-разному. Некоторые совершают захватывающие космические путешествия, некоторые видят змеи скорпиона. Кто-то падает в адропат и летит. Ключевой момент – это понимание того, что это вами созданный мир, и все страшилки и опасности, которые там создаются, это вами созданные картины. И только ассоциация себя прямая с тем, что там происходит, вызывает тот самый страх. Как только вы миритесь и с уважением относитесь и с любовью к происходящим событиям там, то бишь принимаете себя в первую очередь, любите себя, с учетом каких-то происшествий, которые там происходят, это позволяет вам спокойно, с удовольствием помириться с какими-то частями подсознания, которые проявили себя в роли ужасных. Но, как мы обнаружили, это очень даже непростая практика. Зачастую бывает страшно так, что физиология перебороет. Сны имеют большое значение для нас, потому что они реализуют скрытые в нас тревоги, страхи, желания, тем самым освобождая массу энергии, которая иначе бы беспокоила наше тело. Но по мере духовного роста смены жизненных приоритетов мы трансформируемся. Ум успокаивается, и сны становятся другими. Вообще там чуть-чуть как-то сразу на место становятся все очень естественные потребности. Они сразу превращаются, ну, все встает на свои места. Потому что там, бля, начать управлять наркотики, кажется, тупо, да, потому что ты уже и так, понимаешь, что, да, бог там, ну, там, не знаю, все, там, весь мир твой, понимаешь, кайфуй, давай по делу, да, ты вот реально от чего удовольствия получаешь-то, да, то есть там вся вот эта шелуха, вот, она как-то прям настолько естественно исчезает, в осознанный сон, знаешь, хочется гуру и предназначение узнать, знаешь, хочется здоровья и понять там что-то, знаешь, хочется вот с прошлыми обидами разобраться. Например, есть у кого-то страх публичных поступлений? Да, там ты можешь выступить, например, на миллиард зрителей. Почему-то у меня вот такое чувство внутри есть, что еще неизвестно, какой мир реальней. Более того, я совершенно четко осознала, что так называемый твердый мир, в котором я существую, он не такой уж и твердый. Можно ли в этой жизни там делать ту же материализацию, те же какие-то чудеса, которые легко получаются у нас в осознанных сновидениях, ну, допустим, летать. Я думаю, что это все в этой реальности возможно, потому что она такая же точно нереальность, как осознанное сновидение. насколько реальность, в которой мы живем, реальна. Может быть, это чей-то сон, который кто-то там в облаках с бородой видит, и мы все часть его сна. Вообще-то этот вопрос не давал мне покоя пару лет. Я тоже пытался найти этому объяснение. Но в тот момент, когда вы начинаете задавать себе вопрос, а может, это все вообще нереально, просто чей-то сон, вы начинаете паниковать. По крайней мере, меня это сводило с ума. Пока в какой-то момент я не осознал, что не имеет значения, сон это или твердая реальность. Важно лишь то, что я здесь. Возможно, множество реальностей, но раз уж я кармический в человеческом теле, раз уж я чувствую и размышляю как человек, то это то, с чем мне надо работать. Это моя реальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова